Любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Константин Станиславский Говоря о Киану Ривзе, о его ролях, невольно сталкиваешься с тем, что его невозможно вписать в какой-либо формат, амплуа, жанр. Кто он? Озорной путешественник во времени ТЭД, живущий в симулякре Нео или успешный адвокат дьявола? Закономерности нет. А образ Ривза, одинокого и совсем немного грустного парня с неаккуратным каре, есть. Киану актер, Киану режиссер, продюсер, дизайнер и лицо игровой индустрии. Человек, с которым связано так много и при этом как бы ничего. Есть две стороны, которые, как в кривом зеркале, отражают друг друга. На одной – успешный актер, о котором постоянно пишут все киножурналы мира. На противоположной – скромный человек, любимец интернета. Все как в Матрице. Киану пробует синюю таблетку и становится профессионалом, заглатывает красную и становится самим собой. Что объединяет эти два мира? Как внутренний огонь Киану Ривза разгорелся в его карьере? Почему все просто обожают его? Из-за ролей? Или за его человечность? Сегодня мы постараемся найти ответы на каждый из этих вопросов. Это «Черный кабинет». Заваривайте себе крепкого чаю, а мы начинаем. Добро пожаловать! Часто ли вы смотрите кино и сериалы дома? Это скорее риторический вопрос, потому как я знаю, что да, часто. Поэтому вам, как истинным ценителям кино и кинематографии, будет полезно узнать, какому телевизору лучше всего отдать свое предпочтение. Я рекомендую телевизор TCL с экраном и диагональю 108 см и разрешением 4K Ultra HD, поддержкой Smart TV, операционной системой Google TV. Яркий, динамичный и энергичный HDR – это стандарт формата ультравысокой четкости Ultra HD, который обеспечит вам невероятное удовольствие благодаря необыкновенной яркости, особой детализации теней и живым цветам. Усаживайтесь поудобнее и насладитесь мельчайшими деталями картинки именно в таком виде, какой ее задумывали авторы. Данная модель имеет тонкий корпус с почти полным отсутствием рамок со всех четырех сторон, что создает уникальный эффект погружения, происходящее на экране. Короче говоря, идеальная модель для того, чтобы по-настоящему прочувствовать, насладиться всеми лучшими фильмами, сериалами или же видеоиграми. Ну а приобрести эту модель вы можете уже прямо сейчас в сети магазинов DNS. Все ссылки, как обычно, будут в описании к этому видео. Переходите, посмотрите, ознакомьтесь с характеристиками поподробнее. Ну а мы продолжаем. Путь до первых ролей в кино прошел через долгие скитания Киану и его семьи по континентам. Обосновавшись в Канаде и закрепляя в очередной раз стереотип, он всерьез увлекся хоккеем и даже связывал будущее с Олимпиадой. В это же время первое рукопожатие с миром драматургии. Бывший отчим брал Киану в Лос-Анджелес на съемочные площадки, а в родной Канаде юноша посещал театральный кружок, пытаясь постичь актерское мастерство. Его театральный дебют стал поистину фурором в Торонто, поднявшим миху в гей-сообществах. Странный сюжет психиатрической лечебницы сопровождался потрясающей малобюджетной фотосъемкой двух юношей в масле. Желание играть хоть в чем-нибудь перевесило и сомнительность публики, и гомоэротический контекст, для подражания которого Киану должен был быть на сцене в одном белье. Пробившись на ТВ в маленькие эпизодические роли, засветившись в рекламе Кока-Кола или Хлопьев Кэллок, Киану заработал свои первые деньги. Но нужно было двигаться дальше, искать что-то более серьезное. Стивен Стерн, канадский режиссер, стал тем самым проводником. Страсть к хоккею и драматургии выразились в первом полнометражном фильме Киану «Молодая кровь». Лучший подарок на 20-летие актера. Он не только отлично исполнил свою роль на льду, но и стал дублером для других актеров. Роль малозаметная, но почти сразу он начал получать приглашение в другие проекты. Шаг за шагом. Я сделал все, что мог в Торонто. Я устал играть лучшего друга, бандита, слева и высокого парня. Я запрыгнул в свой раздолбанный Вольво 69-го с тремя тысячами долларов в кармане. Приехал в Калифорнию, кинул сумки у отчима дома. И начал погружение во тьму. Во тьму, что называют Л.А. Роли первого плана Киану получил, но от амплуа подростка не избавился. Все дело в еще одном проекте от Стивена Стерна «Снова молод», в котором Киану воплотил с собой молодую версию бизнесмена, что так желал сбросить с себя оковы зрелости и снова стать Forever 21. Юность, задор, танцы и много энергии. Основные направляющие. В него влюбились и студийные боссы, и впервые критики. Предложения поступали одно за одним. Ривз даже отказался играть в фильме «Взвод» Оливера Стоуна, в котором режиссер хотел видеть в главной роли именно его. Но Ривз сторонник мира. Был и остается. Слишком жесткие, жестокие проекты его не привлекают. Да, пушки и трюки Джона Уика недостаточно серьезны для него. Зрители понимают, что это кино развлекательное, а вот в военной драме насилие всегда будет стоять на первом месте. Отойти от юношеской эксцентричности, куража и ранимости Киану не сможет еще несколько лет. В 1986 вышло 8 проектов с его участием. 8. Если хотите посмотреть на обаятельного Киана в костюме подростка, то вам нужен билет на сеанс «Прошлой ночью» на берегу реки, ну или же «Принца Пенсильвании». Но особого внимания 80-й заслужил фильм «Невероятные приключения Билла и Теда». Комедия категории «Б» о межпространственном путешествии во времени двух оболтусов старшеклассников. По-настоящему культовое кино, которое породило целую армию фанатов. И даже если сегодня это смотрится не так свежо, то абсурдность финала заставляет смеяться. Историю перепишут два парня, которые не умеют писать. Слоган ленты. Критики остались недовольны. Немного лабрадорской игрой Киану, но это было неважно, потому что Билл и Тед увековечил себя в истории. Последующие сиквелы были не хуже, и даже спустя 30 лет Киану рискнул вернуться в телефонную будку. Этот фильм – венец Ривза Тинейджера. Теперь Киану в профессиональных кругах оценивали только как потлатого Теда. Нам пора идти. Мы готовим доклад по истории, а не по тёлкам. Но это исторические тёлки. Актёр решил всё изменить, начав сниматься в авторском кино у именитых режиссёров. Началось с скороносного фильма «Опасные связи» Стивена Фрирза. Среди коллег – Джон Малкович, Мишель Пфайфер, Питер Капальди. Конечно, молодой Киану и Ума Турман были просто блеклыми пятнами на фоне мастеров, да и сами роли второстепенные. Из образа школьника Киану вырвался, нацепив Рейтузы и взяв шпагу. Но великим актёром этот фильм его не сделал. Неопытность всё ещё говорила о себе в немного гротесных проявлениях эмоций. Для него этот фильм скорее переломный. Трудности на площадке заставляли его изо дня в день пытаться перебороть себя, сыграть чувственного героя романтика в парике, что может выжать слезу. Это было для него в новинку. Трагедия «Мой личный штат Айдаха» Ганса Вансента вновь поднимает вопросы гомоэротической природы. Киану и Ривер Феникс сыграли хаслеров, что ищут дорогу. Съёмки были невероятным испытанием. Наркотики на площадке заменялись на вещества в доме режиссёра. Шекспировская трагедия состоялась и в жизни. Киану смог завязать. А вот Ривер Феникс нет. Через два года он умрёт от передозировки в клубе Джонни Деппа. Тем не менее, «Мой личный штат» стал чуть ли не самым независимым фильмом в карьере Ривза. Почести от венецианского фестиваля достались коллеги, но Ривза заметили и не абы кто, а Фрэнсис Форд Коппола и Бернардо Бертолуччи. Но обо всём по порядку. В «Дракуле» Копполы произошло примерно то же самое, что и с опасными связями. Суперсильный каст, который подбирала Вайнона Райдер. Её так называемая «команда мечты», в которую вошли Энтони Хопкинс, Гарри Олдман, но и Киану Ривз. Открытой неудачей для Киану стало то, что его утвердили из-за того, что на эту роль нужен был молодой, но уже достаточно звёздный актёр, а главное, чтобы он был сексуальный, но и хорошо сочетался в кадре с Моникой Белуччи, Михаэлой Берку и Флориной Кендрик. Но как отказаться от работы в проекте такой фигуры, как Коппола? Никак. Роль в «Маленьком Будде» Бертолуччи. Киану получил по нескольким причинам. Во-первых, режиссёр не смог найти подходящего актёра в Непале, но его сильно впечатлил мой личный штат Айдаха. К тому же Ривз обладает экзотической внешностью с азиатскими чертами. Ему было 29, как и Сиддхархе, когда он начал свои духовные поиски. Почти знак свыше. Но фильм не сыскал славы, хотя Ривза и хвалили. А экранизация Шекспира «Много шума из ничего», в которой Ривз снова воплотил амплуа от Донжуана, получила свою пальмовую ветвь. Однако это был провал для актёра. Он снова слабое звено. Опыта быть наравне с Дензелом Вашингтоном не хватало. И авторское кинофильмографии Ривза 90-х скорее было печальным опытом. Да, конечно, он вырвался из подростковых оков, но не стал актёром того уровня, на который претендовал. Но этот опыт позже поможет в нулевых и десятых годах. Например, во время съёмок «Экспериментального помутнения» или «Неонового демона». Киану снимался в хоррорах категории «Б», например, «Абразина» или «Киберпанке», «Джонни Мнемоник». В трагикомедиях типа «Родителей», «Калейдоскоп ролей», среди которых не понять, Киану двигался по течению или же всё же искал себя. Многие фильмы с его участием не поддаются классификации. Но, тем не менее, можно выделить две условные линии. Первая. Киану – герой боевика. Триллера. Крутой парень, что решает проблемы пистолетами, трюками или хитрым разумом. Вторая ветвь. Киану – герой романтик. Истории про любовь, в которых женщины утопают в его объятиях. Например, как Сандра Буллок в «Доме у озера». Но обо всём по порядку. Первым опытом боевика стал «На гребне волны» Кэтрин Бигалоу. В нём Киану исполнил роль агента ФБР, что внедряется в банду грабителей и серфингистов. Да, звучит абсурдно. Грабёж их – работа, а серфинг – хобби. Для этой роли актёра прикрепили к настоящему агенту ФБР, чтобы он лучше понимал работу, а ещё ему пришлось брать уроки серфинга. Это увлечение покинуло площадку вместе с Ривзом и осталось с ним на всю жизнь. Но фильм, закрепивший за Киану это амплуа – скорость 1994 года. Классический экшен со взрывами, копами, крутыми трюками. А герой – почти точная копия из «На гребне волны». Лента и сегодня смотрится довольно свежо, но ни за сценарий, ни за режиссуру, ни за самого Ривза не стыдно. Крайне успешный проект для его фильмографии, однако, когда было принято решение снимать сиквел, Киану отказался от проекта. Из-за слабого сценария и гастролей своей музыкальной группы «Дог Стар». Кстати о ней. Актёр собрал её с людьми, которые случайно встречались на его пути. Например, с Робертом Мелхаусом. Он познакомился в супермаркете. Киану видел его в футболке хоккейной канадской команды и спросил, не нужен ли им вратарь. Мы начали собираться в гараже, а потом начали писать песни, а потом решили, а давай пойдём и будем их играть. А потом и концертный тур. И тогда мы начали играть, собственно. Группа постепенно обрастала новыми участниками и популярностью. Конечно, чаще всего на концерты приходили просто фанаты Киану, но это не помешало тому, что в 1995-м «Лан Дог Стар» был оценён Дэвидом Боуи, который пригласил их на разогрев собственного концерта или Бон Джови, которые вообще взяли группу с собой в тур. Другая важная роль в карьере – адвокат дьявола в одноимённом мистическом триллере. Многие любят этот фильм из-за дуэта с Аль Пачино. Лицо итальянской киномафиози 70-х отказывался от роли пять раз. Киану согласился сократить свой собственный гонорар, лишь бы звезду крёстного отца пригласили в фильм. Деньги вообще мало его интересуют. У него долго не было даже собственного дома в Голливуде. Он был завсегдатаем отелей. Наверное, его скромность и есть причина любви фанатов. Достаточно вспомнить мем «Грустный Киану», на котором он отмечает свой день рождения на улице. Кстати, именно популярность этого мема открыла для актёра феномен. Возвращаясь к адвокату, Киану сыграл свою роль точно, глубоко. Правдиво. И не остался в тени Аль Пачино. Он овладел искусством играть со звёздами первой величины. Помню, я играл в фильме «Адвокат дьявола» с Тейлором Хекфордом и Аль Пачино. Тейлор доводил меня до сумасшествия, до белого коленя. Ему нужно было это для того, чтобы довести мой внутренний уровень боли до максимального предела. Это было нужно для роли, и я всё понимаю, ничего не имею против, но доставал он меня невероятно. Правда, после окончания съёма каждый день он хлопал меня по плечу и жал руку. Наверное, Тейлор был единственным режиссёром моей карьеры, который так меня истязал. Ну и, конечно, говоря о 90-х, нельзя пройти мимо «Матрицы», тогдашних братьев Вачёвский. Об этих фильмах сказано так много, что мы не будем даже пытаться повторить. А попытаемся сосредоточиться на актёре. Тейлор готовился к роли так же серьёзно, какой она и вышла. Вне площадки Ривз повредил спину, и обязательные тренировки для постановки боевых сцен он отрабатывал в корсете и воротнике. Адская боль не позволяла ему сделать всё то, что было задумано изначально, но на экране мы не видим этого. Нейтральная, бесстрастная внешность актёра позволила зрителям так чётко ассоциировать себя с персонажем. Может быть, успех и в том, что Киано близки идеи самого Нео. Я бы выбрал красную таблетку, хотя, конечно, тут много различных факторов, которые надо брать в расчёт, но я всё равно придерживаюсь идеи реального опыта. Для меня это ценнее всего. Большую часть полученного гонорара Рив сконвертировал в байки и подарил их коллегам. Гримёрам, специалистам по графике, дизайнерам. Мотоциклы вообще его одержимы с юности. Именно из-за аварии у него повредилась спина. У актёра даже есть своя студия, которая занимается их апдейтом. Во время изнурительных ледяных съёмок цепной реакции у продюсеров не нашлось другого выбора, как подарить Киано мотоцикл с площадки, чтобы как-то оправдаться перед ним. Помните, как в 80-е Киано оценивали через роль Теда из «Невероятных приключений»? С выхода «Матрицы» его начали оценивать через Нео. Будущие наблюдатель, дублёры провалились в прокате. А для критиков Киано не мог переплюнуть самого себя. На рубеже тысячелетий в личной жизни у актёра всё было не менее мрачно, чем симулякрах «Матрицы». В автомобильной катастрофе погибла девушка Киано, Дженнифер Сайм. А у сестры была онкология. У Киано началась депрессия. Он покинул музыкальную группу, с которой совсем недавно был в туре, снялся в рекламе о пользе ремней безопасности и открыл благотворительные фонды для людей, которым нужна помощь. Но плотный график второй «Матрицы» смогли отвлечь его. Голливудский долгострой Константин во многом стал разочарованием для автора комиксов Алана Мура и фанатов. Нуарный мистический триллер, в котором Киано сражается с дьяволом, неудивительно, что это был успех, учитывая, что Киано оказался сыном дьявола ещё в адвокате. Но что о романтичном Киано? Это амплуа он начал выстраивать ещё во время съёмок полёта в далёком 86-м. Вообще здесь всё довольно очевидно. Например, Ривз в костюме смотрится просто изумительно. И арка, где условный плохой парень с амбициями крутой карьеры не может постичь искусства любви, видна ещё в адвокате, но наиболее в лоб раскрывается в сладком ноябре. А лучший образ чувственного романтика у него получился в дуэте с Андрой Буллок в «Доме у озера». Трогательной и сентиментальной картине невозможности двух возлюбленных быть вместе из-за того, что они находятся по разной стороны времени. Этот же мотив проявляется и в прогулке в облаках. Давайте смотреть правде в глаза. Киано Ривз обладает экзотической и очень привлекательной внешностью. Не мудрено, что он стал лицом афиш фильмов про любовь. Его честные глаза, в которых кажется, что сокрыта вся жизнь и правда, никак лучше подходят для такой задачи. Наивный, добрый парень, что помогает девушкам, влюбляет их в себя. Таких картин было очень много в нулевые. Они не обязательно к просмотру, но если начать, то отделаться от шарма Киано будет очень сложно. Все эти фильмы были удачны в разной степени, но они раскрывали стороны таланта, что оттачивался двумя десятилетиями и съемками в более чем сорока проектах. А поговорить подробнее об актерской игре Киану я хочу пригласить уже по традиции своего друга, эксперта черного кабинета Ивана Горячего. Ваня, тебе слово. Привет, друзья. Меня зовут Горячев Иван. Я профессиональный актер театра и кино. Сегодня хочу вам рассказать об актерских техниках Киану Ривзе. При разговоре о Киану Ривзе мы очень часто говорим о нем как о необыкновенном человеке и в меньшей степени упоминаем его киноработы. Все наслышаны о его альтруистичных поступках, о его образе жизни, его драме. Но мне всегда было интересно понять, как личность человека воздействует на актерскую игру, на персонажей, которых человек играет. Сегодня мы проследим, как эволюционировал актерский талант Киану сквозь года. Удивительно, насколько Ривз отличается от других голливудских актеров. У него необычная экзотическая внешность, своеобразная немного дерганная психофизика при мимически очень спокойном лице. Надо обязательно сказать, что до ролей в кино у Ривза были роли в театре и мюзиклах. Это очень важная вещь, так как способ существования в кино и театре сильно различаются. В театре больше экспрессии, энергия идет очень горизонтально от актера к зрителю. В кино же можно описать энергию взаимодействия актера с камерой, как движение по кругу. Все сосредотачивается на самом актере. На его глубине есть момент интимности подглядывания. Актер как бы цепляет камеру и окружающих и тянет их к себе. И вот, возвращаясь к Киану, мы видим театральный след в его первых киноработах. Большую экспрессию и открытость. Прямая линейность игры. Он угловат, у него странные порой движения тела, он порывист. На лице же какое-то вечное блаженство. Он играет смазливых подростков, он весел, даже беспечен в своей актерской игре. Еще одной отличительной особенностью этого периода, я думаю, будет легкость. И он чересчур легок. Его мимика ненапряжна. Иногда не понимаешь, какая эмоция сейчас охватывает его персонажа, о чем он думает. Он чист как белый лист в этот период. Чтобы еще лучше понять, о чем я говорю, посмотрите этот шуточный ролик с пародией на его игру. Парень изображает Киану, который решил преподавать актерское мастерство. Очень точно показаны все штампы Ривза. Я ваша учитель. Киану Ривз. Но я не говорю, что он играет плохо в своих первых киноработах. Я лишь говорю, что фактор чрезмерной свободы в кадре порой портит впечатление персонажа. Возьмем те же опасные связи. Здесь как будто нет внутренней сосредоточенности. Он слишком поверхностен, слишком прост. Поэтому неудивительно, что идеально под такую актерскую игру подходят невероятные приключения Билла и Теда. Комедийный жанр, ненавязчивость и приподнятость настроения очень хорошо чувствует Киану и прекрасно вписывается в образ калифорнийского школьника, путешествующего во времени. Веха же в серьезной роли становится на гребне волны. Примечательно, что с этого фильма начинается эпоха боевиков в биографии Киану. Честно, я обожаю этот незамысловатый, напичканный погонями и океаном фильм. Киану, наконец, начинает становиться более мужественным актером. В нем начинает просыпаться характер и сила. Начинается переход от блаженного красавчика к серьезному актеру. Оружие, драки, весь этот антураж видно, что пробудили в Киану страсть, которая с ним до сих пор. В боевике его манера игры, его, назовем это так, открытый нерв, когда все выходит наружу прямым ходом, сразу переходит в движение, порывы, жесты, приходится как нельзя кстати. Это выглядит убедительно на фоне постоянных перестрелок, беготни, взрывов. И контраст между его спокойствием мимики и действенной натурой становится очень уместным. Игра в боевике не требует сильной глубины, она требует точности и резкости. Этого у Киану предостаточно. Вторым мощным прорывом к мастерству становится, конечно же, адвокат дьявола. Видно, что глаза Киану становятся более наполненными, его оценки более точными. И, кстати, опять же, его наработанные приемы работают во благо в этом фильме. Отголоски от игры простых подростков с наивным взглядом, как нельзя лучше ложатся на чистоту его персонажа в начале, и сталкиваются с наработанной мускулиностью, с драйва внутри в борьбе с соблазном. Примечательно, что Аль Пачино не особо был доволен его игрой и всячески пытался испытать Киану. Он играл каждый дубль по-разному, заставляя молодого актера подстраиваться под его новое настроение. Но я уверен, это придало лишь нужную напряженность в их совместные сцены. Ведь и персонаж Киану по сюжету в определенный момент уже не знает, что ожидать от персонажа Аль Пачино. Вообще, критики в адрес игры Киану Ривза было всегда навалом. Не представляю, какую нужно иметь веру в себя и выдержку, чтобы продолжать свой творческий путь после тонны разгромных статей. Но критик и создатель фильма мыслят по-разному. Критики часто основываются уже на существующих устоях. Киану не совсем вписывается в стандартную актерскую игру со своей подвижностью в эмоциональных сценах и со своим неподвижным лицом. Работают жесты, голос, но не лицо. Лишь это может вызвать море недоверия к актеру. Но если откинуть предрассудки так надо, а вот так нет, то можно увидеть, что Киану почти всегда убедителен. Все эти законы существования в кадре не стоят никакого внимания, если актер играет душой, если он искренен и убедителен. Я знаю советского актера, который играл максимально театрально в кадре. Вы бы сейчас сказали, что он дико переигрывает, но в контрасте с этой экспрессией он настолько наполнен внутренне до краев, настолько сильна в нем эмоции и напор, что не поверить ему просто невозможно. С Киану похожая история. Я даже посмотрел несколько популярных роликов с нарезкой худших сцен актерской игры Киану. И честно, множество из них просто отличные учебники, как нужно играть. Да, есть объективный ролик, где он сыграл хуже, чем может. Например, в Дракуле или во много шума из ничего. У всех актеров есть подобные проекты. Я думаю, что на том этапе Шекспир вообще не подходил к Киану. Это совсем другой метод работы с текстом, другая степень погружения. Здесь необходимо насыщать каждую секунду актерского существования очень сильными эмоциями. Здесь нужно долгое присваивание слов автора себе, чтобы это звучало, как будто ты всю жизнь говоришь таким слогом. Киану же слишком поверхностен в этот период. Есть еще другая, противоположная черта у Киану. Он в некоторых ролях слишком усерден. Ему хочется получить максимальный результат, как в том же Дракуле. Он не может расслабиться, убрать этот лишний нажим, который мешает раскрытию его внутреннего нутра. Потому что любое насилие над своей природой для актера – тупик для искренности. Итак, рубеж боевиков он перешел, но это еще не тот Киану, которого мы знаем сейчас. Не хватает какого-то ингредиента. С матрицей он наконец его находит. Сама роль предполагает некое неземное существование. Стоицизм, жертвенность, силу и волю. Здесь Киану вынужден всю свою натуру вписать в определенные физические рамки. В манеру избранного стоять, говорить, драться. И эта сдержанность рождает просто потрясающий результат. Я вижу глубину в нем, внутреннее напряжение, которое он уже не выплескивает куда попадя, а стравливает именно столько, сколько нужно. И тем красивее и эффектнее воспринимаются сцены, где он дает себе уйти в экспрессию и эмоциональность. Нет более идеального кандидата на эту роль. Здесь его неуемная натура находит наконец свое русло. Здесь он притягивает взгляд уже внутренним наполнением, чувством, почти животным инстинктом. И это не просто драки. Они наполнены каким-то даже восточным, сдержанным чувством контроля порыва ярости в битве. Во как завернул, да? Вот так я это формулирую. Это значит, что он не дает выхода агрессии, но находится в потоке битвы. Эта уникальная сдержанность придает все его роли небывалый ранний окрас. Это то, к чему по актерской эволюции он должен был прийти. Это настоящая точка раскрытия Творца. Что же касается влияния личности Киану на его роли. Посмотрите, его внешность можно интерпретировать по-разному. Особенно, когда он уже заматерел. С такой внешностью вполне можно сыграть добрый десяток злодеев самых разных масштабов. Но почти все его роли это светлые герои, в которых очень много человеческого. Невозможно актеру убежать от внутреннего наполнения. А режиссерам проще использовать настоящий характер актера, подходящий ему роли, чем ломать его нутро. Я не просто сказал, что в первых ролях он слишком легок и чист, как белый лист. Все, что я вижу в его тех ролях, я вижу в интервью в эти периоды. Я вижу наивность, неопытность, даже детскость. Жизненная драма настигает этого человека спустя время. И мы видим, как меняется его наполнение в ролях, помимо эволюции актерской техники. Можно почувствовать, когда актеру не нужно присваивать слова роли. Они ложатся на его наболевшее сердце, как родные. Киану всегда был бойцом в жизни и бойцом в кино. Мне в сто раз интереснее смотреть на эту многогранную личность в разных ролях, чем если бы эти роли играл другой, более техничный, умелый актер. Да, может быть исполнение было бы лучше. Но какой в этом смысл, если я не вижу чего-то мощного, настоящего на экране? Если я не вижу такого масштаба сердца в кино? Если я не чувствую, как все нутро этого удивительного человека он постепенно раскрывает нам? Киану очень нестандартный, многогранный актер. Каждый раз он раскрывается по-разному. И каждый его фильм это как кусочек пазла в огромной картине его таланта. Бесконечное участие в экшн-боевиках плюс слому сцены «Матрицы» привели Киану в, так сказать, стихию азиатского кино. Не в том смысле, что он снимался у японских режиссеров, а в том, что он, например, поучаствовал в адаптации японского легендариума «47 Ронинов». Ривз начал работать над своим образом еще за два с половиной года до старта съемочного периода. За это время он успел неплохо научиться обращаться с Катаной и даже изучил фольклор. Но сюжет, конечно, был далек от оригинала. В нем появлялись монстры, нет оригинальной завязки, да скорее фильм по мотивам. И крайне неуспешный во многих смыслах. Ривз, который играет главную роль, Кая, сироты и полукровки, уже традиционно предстает нам в роли избранного, готового пожертвовать своей жизнью ради попранной части своего хозяина и восстановления справедливости. Сложности фильма выражены в хронометраже, сценарии, клишированности диалогов и даже хэппи-энде по-японски. То есть ритуальном массовом сипуку сам ритуал остался непонятен западному зрителю и, несмотря на всю околояпонщину, Киану смотрится куда уместнее и убедительнее. Другая сторона Ривза — режиссура. Его первый дебют — фильм о боевых искусствах «Мастер Тайдзи». На главную роль он позвал коллегу по площадке «Матрицы» Тайгера Хучена. Мы работали в Лос-Анджелесе в 98-м, готовились к съемкам. Мы с Ченом сразу нашли общий язык и подружились. Он учил меня правильным движением, помогал растягиваться перед трюками. Постепенно мы начали рассказывать друг другу разные истории. Чен с восхищением говорил о своем мастере. Он мог вытянуть руку, и на его ладонь садилась птица. Мастер забирал у птицы Чи, и она больше не могла взлететь. Оказалось, что у нас с Ченом одинаковое чувство юмора и похожие взгляды на жизнь, так что весь свой фильм я строил вокруг него. О том, чтобы попробовать себя в режиссуре, Ривз начал думать еще в 2008 году. Я не становлюсь моложе, так что мы с Хученом начали искать историю, которую хотим рассказать. После четырех лет работы на сценарии, они пришли к Лемори Сиван, которая продюсировала «Частную жизнь Пипы Ли» и «Криминальную фишку от Генри». И положили ей на стол сценарий, сообщив, что этот фильм про Китай и на китайском языке. На удивление, она согласилась помочь. Тайдзи, которому апеллирует название, национально своеобразный медленный танец, наполненный грацией и медитативностью. Как говорят китайцы, Тайдзи останавливает время, в каждом мгновении присутствует ускользающая чистота и вечность. Это миг, растянутый во времени. А сам сюжет разворачивается вокруг молодого мастера боевых искусств, который пытается сопротивляться давлению современного общества, поддерживая традиционные ценности. Поскольку юноша великолепно владеет этим самым Тайдзи, его вовлекают в мир подпольного боя, соблазняя деньгами, гламуром и обещанием власти. Киан уже исполнил роль антагониста. Как сам он говорил, «Я сыграл собирательный образ злодея, он такой местный Мефистофель». Он совращает души людей и заключает с ними сделку, обещая взамен богатство, славу, безнаказанность и вседозволенность. Опять же, Киану отошел от голливудской традиции съемок актерами условно-авторского кино, что часто обусловлено очень скромным бюджетом, а выбрал, что ни на есть массовый фильм о кунг-фу, который и снимается к тому же не в павильоне, а на родине в Пекине и Гонконге. При этом это не прямолинейное кино, держащееся исключительно на нарративе. Киану создал нечто с более тонкой философской линией и с вечной дискуссионной темой человечества, борьбы добра со злом, света со тьмой, соблазном и стойкостью. Но и любители махания руками и ногами тоже оценят его по достоинству. Режиссерский дебют состоялся. Фильм был оценен и на Западе, и в Китае, но на этом эксперименты Киану не закончились. В соавторстве с Мэттом Кинтом Ривз выпустил собственный комикс о бессмертном и проклятом полубоге Берсерке, что присытился бесконечной войной на Земле. В обмен на прекращение его бессмертности Берсерк соглашается на выполнение секретных и опасных миссий от американского правительства. Комикс вроде как хотел экранизировать Нетфликса, а в главной роли Киану, потому как не случайно, что главный герой — копия актера. В комиксе даже есть разворот с грустным Кианом. В этом году на Комик-коне в Сан-Диего Киану объявил, что процесс создания двухсезонного аниме уже запущен. Роль Киану в гиковском мире не ограничивается только этим. Он почти с самого начала своей карьеры стал неотъемлемой частью игровой индустрии. Например, 8-битные игры по мотивам Билла и Теда, вышедшие на доступных для 90-х консолях. Конечно, были еще игры по Матрице, Константину в нулевые, по мотивам Джона Уиков, Пэйдэй 2 и Фортнайт 10, и, конечно же, удача для Киберпанк 2077, возможность заполучить Ривза в качестве главного персонажа. Он был первым в списке. Мы долгое время думали о том, кто же такой Джонни Сильверхенд, персонаж которого и играет Киану Ривз. Он бунтарь, который сражается за идеи и готов отдать за них свою жизнь. Ривз известен тем, что играет такого рода персонажей, особенно после недавней трилогии Джон Уик. Также ему очень сильно понравился сам персонаж, впрочем, как и игра. Кстати, о Джоне Уике. Невозможно ничего не сказать о роли в многосерийном блокбастере, квинтэссенции экшн-боевика нашего времени. После Матрицы, громких боевиков, да и, в принципе, успешных фильмов с Киану, можно сочетать по пальцам. Тем и удивительнее то, как Джон Уик выстрелил. Может быть, дело в истории, может быть, в боевых действиях, а, возможно, в жестокости. Для Киану эта лента стала очередным триумфом в вопросе сцен боя. Он выполнил 90% сам, без каскадеров. А драку в ночном клубе он выучил в тот же съемочный день. В фильмах он откровенно хорош. А его тандем с Уильямом Дефо просто выше всяких похвал. Джон Уик – тестостероновый удар современного кино, а Ривз – его главное лицо. Доброе имя восстановлено, сиквелы не заставили себя ждать. Сейчас Джон Уик 4 находится на стадии постпродакшна, и насладиться Киану в черном костюме в Париже зрители смогут уже в следующем году. Другой громкий проект последних лет – все та же Матрица с ее воскрешением. Теперь уже от одной из сестер Вачовски – Ланы. Вопросов много, ответов еще меньше. Нео жив, и теперь он геймдизайнер, который закидывает со своими таблетками и пьет симулатте. Все это вполне соотносится и с самим Ривзом, что стал больше цифровой фигурой, чем киношной. И тем более лицом ностальгии по концу 90-х и балетной классики. Еще один реверанс – сиквел Константина, который студия Warner Bros. подтвердила не так давно. Причиной стало появление Ривза в вечернем шоу Стивена Колберта. На вопрос, кого бы он хотел сыграть снова, Киану ответил – экзорциста Константина. Еще немного ностальгии по классическому Ривзу. Описать Киану актера в одном предложении сложно. Слишком велика пропасть между ролями. Для зрителя, который не видел ранние фильмы, он актер с застывшим каменным лицом успешных экшенов. Для тех, кто смотрел фильмы 90-х, Киану улыбчивый, с горящими глазами парень, что покоряет девичьи сердца, становится лучшим другом, харизматичным напарником. Я работал в разных жанрах. В проходных фильмах, не оставляющих какого-то заметного следа. Но это работа. Я работающий актер, а не кинозвезда. Описать Киану как человека можно. Именно его народный характер с поездками в метро, скромностью, взаимной отдачей фанатам сделал его кумиром поколения. Велик соблазн сказать, что мы не заслуживаем Ривза, но это не так. Он и есть наша общая ролевая модель в эпоху их гибели. В эпоху изменения законов самой реальности, страшных трагедий и демориализации. В эту эпоху кажется, что Киану со своим теплым и спокойным взглядом единственный человек из мира кино, за которого мы можем держаться. Ребята, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Если это так, то обязательно напишите в комментариях, о ком из актеров вы бы хотели увидеть наше следующее видео. Ну а также не забывайте переходить на предыдущий выпуск, который посвящен самураям-художникам смерти. Я думаю, вам будет непременно интересно. Ну и, конечно же, по ссылке в описании вы все так же можете ознакомиться с характеристиками шикарного телевизора TCL в магазине DNS. 4К, Ultra HD, все как надо. Любите кино, любите искусство и давайте учиться понимать их вместе. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok